Здравствуйте всем! Я с Украины, с Одессы. И хотел, друзья, поговорить о такой теме, очень интересной по поводу же, какую же цену платит мир за атеизм. И, друзья, поехали. Понимать нужно, друзья, такую вещь, что, ну, атеизм это, ну, выкачу о том, что нет Бога, да, то есть, тео, атеизм, о том, что есть Бог, а атеизм, приставка, говорит нет, то есть нет Бога. И нужно понимать такую вещь, друзья, что хотим и не хотим, верим и не верим, это никого не волнует. Творец наш Господь, Он является нашим всемирным программистом, и Он будет решать, что, какие законы здесь там творить, да, как говорится. И задача наша, как минимум, не противиться. Почему? Для того, чтобы мы имели, как минимум, счастье на этой земле, а глобальной вечности в районе. Что нужно понимать, друзья, что если мы идем против Бога, это так просто все, не интересуемся Богом, так просто это все не проходит. Сатана, он крыкающий лев, всегда готов залезть в мозги человека, поменять всякие ситуации, использовать человека, и то и править в вечность в ад, и мучать его, это не иметь захотеть, да, как говорится. Некоторые люди, бывает, тупят, думают, говорят, что сатаной им весело будет в аду, но это, знаете, друзья, это можно только быть, ну, извините, идиотом, чтобы только так думать, потому что, ну, сатана, он просто будет в вечность в аду решать, мучить, насиловать и так далее. Резать, сжечь и так далее. То есть это, ну, это не шутки, это серьезные вещи. Каждый просто для себя должен это понять, задуматься и так далее, да. Вот. А, друзья, если мы с Богом почитаем Бога, почитаем Слово Божие, принимаем Мечуство Креца как Слово Господа и Спасение, начать, что мы принимаем Творца нашего, тогда Господь вникает в нашу жизнь, меняет наши жизни, и делает так, чтобы сатаном не ковырялся и не делал все свои, скажем так, ну, нехорошие вещи, да, тем, то же самое, что он постоянно хочет и постоянно там хочет захватить наш разум, влиять на жизнь, а потом просто использовать. Поэтому, друзья, мы должны понимать, если мир идет против Бога, это он платит цену в вечность в аду, где скрежет зубов, вот, и одна, друзья, саранча, и одно мучение просто. Поэтому эти вещи, друзья, нужно серьезно понимать. А когда мы принимаем Господа Иисуса Христа, вообще, да, друзья, исполняем Слово Божие, правоведуем Слово Божие, вот тогда, друзья, мы с Богом, и тогда у нас хорошая цена. Вот там, друзья, может бесить, отправиться в рай. А рай, друзья, это место полного счастья, радости и благодати. То же самое, друзья, как здесь, шикарно, в Одессе, в парке, друзья, с прекрасной ароматической атмосферой, с прекрасными огоньками, друзья, только в раю все еще будет бесконечно разлучшить. Поэтому, друзья, я ссылку оставляю на полное видеоописание, где наши апостолы детальнее разберут видео, друзья, пояснят еще детальнее эту суть. Поэтому, друзья, смотрим видео, питаемся Словом Божьем, меняем свою жизнь, друзья, принимаем Бога, не атеизм, а атеизм, то есть Бога. И таким образом, друзья, еще и проповедуем Слово Божьем, таким образом, шаг за шагом, друзья, протапываемся дорожечку в вечность, в рай. Аминь.